Итак, вот мои пенёчки. Вот мои грибочки. Появились несколько грибов Ширитаки. Скорее всего, это ещё из прошлого года. И вот мои дождевые черви лазят. Поутекали. Засушенные пеньки. Понемножку они отходят. Вот такой вот штукой я их укрываю. И поливаю. И вот появляются такие вот гады, которые очень сильно портят мицелий. Вот он, надо же тебе. Вот он может прям туда лезть. Нифига себе, в ткань. И прячется. Вот такие гады. Вот что ещё хотел показать. Тут я заложил, так сказать, дикие грибы. Посмотрим, что с этого получится проросшие ветки. Иудина ухо. А вот каким образом я сохраняю влажность трометра. Вот это вот бревно. Вот я его положил. Пенёк тоже высох весь. И я его обкрутил тканью. И вот она поприрастала сюда. Она очень хорошо тут себя чувствует. Жалко, что я это не сделал с шеей таками. Было бы гораздо лучше картина с ними, чем голые пеньки. Вот они тут пробивают кое-где. И обязательно дождевые черви появляются. Вот это что мне с ними делать. Они слышат запах. И там, где живой пенёчек, они его уничтожают. На цели здесь погибают. Вот уже мухи появились. Сложное всё это дело с пеньками. Так вот, лучше, чтобы не допускать их голых брёвен. Лучше и так и тут выбивают. Лучше всё-таки вот так вот делать. Обматывайте такой вот штукой тканью. Синтопоном. Ой, агротканью. И влажность будет сохраняться. Вот мицелий прорастает. Ну, бывает тут же, вот он внутри. И плоды спокойно проходят. Ну, здесь нужно было сразу наматывать по бревну. А я наматывал субстратом, он проросит. Вот плоды. Таким вот образом.